Всем привет! С вами канал коллекционеры, монеты и банкноты. Сегодня свой обзор я посвящаю советской монете 10 копеек 1938 года. Монеты серого цвета, изготовлены из сплава меди и никеля. Лицевая и оборотная части монеты имеют выступающий кант по окружности. Параметры монеты. Диаметр 17,27 мм. Масса 1,8 грамма. Толщина 1,1 мм. Сплав медно-никелевый. Гурт рубчатый, насечки выполнены вертикально. Монетный двор отсутствует. Тираж монеты, более 65 миллионов экземпляров. Аверс монеты. Крупно изображен герб СССР образца 1936 года с 11 перевязями ленты на колоссий и их пшеницы, по числу союзных республик. Нижняя лента связывает пучки колоссий. Вместе олицетворяет РСФСР. Остальные распределены по 5 штук с каждой стороны. Герб упрощен и не имеет текста на ленте. Под гербом вдоль канта имеется надпись СССР. Крайние буквы расположены выше средних. Реверс монеты. В центре изображен щит в виде квадрата со скошенными углами. Внутри щита указан номинал в две строки. 10 коп. Цифры значительно крупнее букв. Снаружи под щитом горизонтально указан год чеканки. 1938. Нижняя часть букв повторяет изгиб канта. Вверху слева направо изображен колосс пшеницы, заходящий за щит. Слева и справа имеются дубовые ветви. По три листочка и одному желудю на каждой. 10 коп. 1938 года имеет три разновидности. Две из которых относятся к монете специального чекана и в обращении не встречается. Итак, начнем с первой стандартной разновидности. На аверсе монеты лезвий серпа без прорези. Ости колоссиев тонкие, зазоры между витками ленты узкие. Средняя цена первой разновидности составляет 700 рублей. Вторая разновидность специального чекана. Она полностью повторяет описание первой разновидности. Отличия заключаются лишь в улучшенном качестве чеканки монеты. Средняя цена второй разновидности составляет от 35 тысяч рублей. Третья разновидность тоже специального чекана. На аверсе монеты слева от звезды Ости выходит из трех сросшихся выпуклых зерен, лезвий серпа с прорезью. Средняя цена третьей разновидности составляет от 65 тысяч рублей. Напоминаю, что цена монеты зависит от сохранности и она может быть как выше, так и ниже указанных здесь цен. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok